Здравствуйте, уважаемые читатели и зрители информационного агентства Хакасия. Сегодня, после парламентских каникул, у нас в гостях депутат Верховного Совета Хакасии Игорь Пономаренко. Здравствуйте, Игорь Николаевич. Доброе утро. Прошла первая сессия на минувшей неделе. Произошли кадровые изменения даже. Назначен еще один зам председателя Верховного Совета Светлана Викторовна Могильна. Мы ее спросили, не первый ли это шаг на замену в должности Владимира Николаевича Штыгашева. Она сказала, что она не может комментировать такие слухи. Игорь Николаевич, а что вы можете нам сказать? Я скажу так, давайте начнем, что уже прошло время, уже скоро и вторая сессия должна на подходе быть. И очень много у депутатов задач, в том числе и, как вы знаете, прошло голосование по Конституции. То есть здесь надо приводить все в соответствие, что касается этой должности, которую заняла Светлана Викторовна. Ну, во-первых, не знаю, как это, первый или какой шаг, но этот шаг еще надо заслужить, чтобы потом поверили депутаты и избрали на этот должность. Но у нас глава парламента еще никуда не уходит, поэтому говорить об этом вообще, в принципе, рано, да и некрасиво. А вот для меня, например, непонятно, почему эта должность была в течение двух лет вакантна. Ну, значит, так кому и будет. Кому-то это было выгодно, кому-то это удобно. Не вижу никакой такой... Сами депутаты говорят, что это просто погоны, где в дополнение ко всему у нее и так достаточно. У нее серьезный комитет. Поэтому то, что еще плюс руководитель фракции. Может быть, даже в данном случае многовато еще одну. Есть много других депутатов, которые тоже достойны. Но это решать. Это решили депутаты, пусть так и решили. Вообще, скажу по поводу сессии, по поводу предстоящих сессий. Вот, честно, меня поражает, какой мы, допустим, вот легкостью, допустим, навешиваем друг другу ярлыки. А когда приходит время реальных действий, то как таковой-то работы и не видно. У нас много проблем возникает по разным направлениям. В промышленности, в сельском хозяйстве и так далее. И все. Они возникают. Многие великие депутаты, я их великим называю, рассказывают. Вот, никогда такого парламента не было. А какой был парламент? Что значит никогда такого не было? Но если вы считаете, что такими себя умные были в том парламенте, учите. Учите тех, учите порядку, учите, как это должно быть. Поэтому первое, что бы я хотел. И призывать к тому, что нужно реально работать. Нужно меньше раздувать всякие внутренние игры. Тем более, задача депутата мы, законодательная власть. Мы не можем себя отделять от исполнительной. И если мы говорим о том, что исполнительная сделала что-то не так, то мы также разделяем с ними ответственность. Ну, в частности, допустим, да, запрос отправлен. Мы отправили запрос. Но это согласно Конституции, согласно депутатским полномочиям. Мы имеем право. И запросов будет один за одним. Их будет, может быть, и сотни. Потому что нам не безразличная судьба республики. Слава Богу, благодаря этому запросу удалось встретиться с Валентином Олеговичем. Мы пробеседовали с ним час. Вот буквально по всем направлениям час пробеседовали. Я думаю теперь, что запрос будет адекватный. Но я бы не хотел обвинять одного его в чем-то. Я бы хотел сказать, что мы должны все в равных долях нести за это ответственность. У меня много вопросов по формированию бюджета, который будет впереди. Знаете, часто звучит такая фраза. Ну вот, бюджет будет плохой. Но нам его надо все равно принимать. Вот вторым словом, что значит надо все равно принимать. Сначала нужно внимательно изучить. Сначала нужно внимательно посмотреть. А потом уже будем думать и говорить о том, сможем ли мы прожить по 1.12. Или все-таки стоит принять, а потом уже расхлебывать это все дело. Это раз. Второе, ну как вот, как бы, чтобы правильно сформировать. Из-за угла все пытаются рассказать как плохо. Все говорят о том, что вот денег в республике нет, а мы стараемся и так далее. Каждый раз появляются статьи, в которых говорится о том, что премии кому-то дали, еще чего-то. Значит резервы есть, значит эти цифры есть, эти деньги есть. Но их невозможно, скажем так, просто так взять и выплатить. Ведь мы, депутаты, тоже нести, за это должны ответственность. Поэтому скажу, что не скандал, не какой-то крики, взаимные обвинения друг к другу. Моя цель и цель других депутатов, которые реально понимают в чем дело. А наша цель это диалог, наша цель это равноправное сотрудничество и решение всех проблем. Вот поэтому следующая сессия, надеюсь, все-таки ко всем этим вопросам будут все подготовлены. И как говорится, что никогда таких депутатов не было. Ну что ж, всегда что-то меняется. Всегда, я думаю, меняется не только к худшему, но хотелось бы, чтобы к лучшему. Посмотрим, как прислушиваются, как обратят внимание на то, что мы говорили. И задачи кого-то куда-то убирать, кого-то куда-то снимать, пока нет. Еще раз говорю, нужен диалог, нужно равноправное сотрудничество. Час сообщения с губернатором. Мы определились о том, что внимательно будем относиться ко всем показателям, которые есть в республике. И будем получать адекватный, нормальный ответ. Спасибо за комментарий. Все, спасибо.